МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под угрозой применения насилия и распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, а также его близким родственникам, совершил вымогательство денежных средств в размере 10 миллионов рублей. С целью реализации своих преступных намерений фигурантам в счет погашения части вымогаемой суммы от пострадавшего было получено соглашение о расторжении договора купли-продажи, акт приема-передачи и договор купли-продажи на автомобиль «Мерседес». В момент передачи указанных документов подозреваемый был задержан. В отношении 32-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б статьи 3 статьи 163 Уголовного кодекса «Вымогательство». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрано меропресечение в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Тверской областной суд вынес приговор Ольге Шаровой, признанной виновной в убийстве несовершеннолетней. Об этом преступлении мы рассказывали в апреле 2020 года. В одном из домов деревни Кривцово Калининского района обнаружено бездыханное тело маленькой девочки. В июне 2020 года малышке должно было исполниться два года. Задержана 41-летняя женщина, которая почти год назад оформила на девочку опекунство. По версии следствия, на почве внезапно возникшей неприязни, женщина-опекун закрыла нос и рот девочки и удерживала так до наступления смерти ребенка. Почти сутки женщина находилась в доме рядом с мертвой девочкой и лишь потом позвонила в полицию. По версии следствия, 26 апреля текущего года 41-летняя женщина, находясь в деревне Кривцово Калининского района Тверской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к находящейся под ее опекой девочке, закрыла ей нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода в организм потерпевшей и удерживала так до наступления смерти малолетней. Необходимо отметить, что в результате слаженной работы следователей-криминалистов Следственного управления Следственного комитета, сотрудников областного управления Министерства внутренних дел, женщина была задержана по горячим следам. В рамках расследования уголовного дела женщина-опекун допрошена, произведен осмотр ее жилища, собран характеризующий материал в отношении всех членов ее семьи, допрошены в качестве свидетелей соседи, назначен ряд судебных экспертиз. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Расследование продолжается. В этом доме женщина жила с двумя приемными детьми, старшим восьмилетним мальчиком и девочкой, от которой отказались при рождении биологические родители. Когда женщину задержали, мальчика направили в реабилитационный центр. Жалко девочку. Вердикт суда – 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. По обвинению в совершении истязаний несовершеннолетнего, совершенное в отношении заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, в связи с отсутствием деяния подсудимой состава преступления, Шарова оправдана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова